Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Эдгард. Стиль Кличко. Надо же заимствовать. Мы же от вас должны хоть что-то заимствовать. Не только вы от нас эфир получаете, а мы от вас получаем эксклюзив. Вот сейчас вы нам проэксклюзивите, про вашу новую программу, которую уже несколько дней наслаждается. Уже несколько дней в Москве, да, началось. Ну, во-первых, открылся сезон большого московского цирка. И, честно говоря, открылся достаточно пафосно. Ну, у нас на премьере, помимо всем известного Федора Емельяненко, народ вскочил, когда Федора увидел. Ну, я думаю. Была принцесса Монако Стефания со своей дочкой, со всей своей свитой. Специально приехала на представление. Она в рамках... Да, правда? Я сейчас расскажу. В рамках фестиваля, я сейчас расскажу. В рамках международного циркового фестиваля, который в это же время проходил в цирке Никулино, она была там. Но, зная, что параллельно у нас состоится премьера, она нашла время и приехала к нам. Фактически, да, наверное, специально. Вот. Но с принцессой я знаком уже, наверное, лет 6-7. И каждый год езжу к ней на международный фестиваль, который она организовывает. И является президентом международного циркового фестиваля в Монте-Карло. Как бы самый престижный. Была очень волнительная работа, честно скажу, очень волнительная. Присутствовал президент этого фестиваля Монте-Карло, господин Урс Пилс. И при таких важных гостях был немножко мандраж и трясочка, честное слово. Я просто поясню. Все артисты мечтают попасть. Это как на Олимпийские игры. Это примерно Оскар, цирковой Оскар. Вот. Так что понервничать нам пришлось. Но публика была довольна, кричала довольна, довольна. Нет, все, слава богу, честно, все прошло, слава богу. Естественно, как на любой премьере, есть свои, назовем это слово, косяки. О, расскажите про косяки. Их же никто не заметил, кроме вас. Ну, надеемся, что их никто не заметил. Да, заметили их. Знаете, те люди, которые слышат, где фонограмма раньше времени перескочила, или где свет обогнал оркестр, ну, потому что техслужбы тоже нервничают, артисты дергаются. И это нормально. Поэтому я в конце спектакля зрителей поблагодарил за то, что они к нам первые пришли, открыли сезон, а вторые, говорю, вы к нам приходите еще раз, и вы уже увидите, так сказать, абсолютно чистое представление. Даже в что, где, когда. Я помню, был вопрос, чего не может предусмотреть ни один композитор. И ответ был такой, аплодисментов. То есть, действительно, ты, как артист, готовишься, думаешь, что вот сейчас это пройдет на ура, а вдруг зритель раз, совершенно в другом месте, и начинает хлопать. И уже потом под зрителя ты как раз и меняешь свою пьесу, и свой спектакль, паузы выдерживаешь. Эмоции, у вас это называется. Эмоции с аточием. Вот вы про принцессу упомянули. Я так считаю, что вы сегодня со своей цеховой принцессой, с Еленой. Спасибо. Елена, у вас номер с собаками. У меня много номеров, на самом деле. В этой программе я работаю четыре номера. Открываем мы программу первым номером с моей партнершей Леной Бароненко. Мы работаем воздушный номер на полотнах. Ну, в простонародье это тряпочки, как шторы такие длинные. И все с собаками? Нет, нет, нет. Это без собак. Работаем мы на высоте 28 метров, без страховки. Это была, ну, не то, что очень большая проблема, но на самом деле было очень страшно, потому что цирк на проспекте Вернадского, он самый высокий. Вот высота купола 28 метров, больше ни в одном цирке России такого нет. И было очень сложно привыкнуть к такой высоте. Это опасно, страховки нет, страшно. У вас же была травма, вы же дрессировщицы ушли, насколько я читал. У меня была травма спины много лет назад, как раз в цирке на проспекте Вернадского. Это был 2002 или 1999, ну, не столь важно. И здесь же я взяла собак и работаю до сих пор. И воздух, и собак, мне повезло. А расскажите про травмы. Это тоже был вот номер где-то под куполом? Это был воздушный номер, кардепарель. Вот в школе, вы знаете, канатики, да? Ну да, конечно. У нас в физкультуре лазили по ним. Вот, делаю я то же самое, только красиво в художественной обработке. Этот жанр называется кардепарель. Вот он очень тяжелый, была травма спины у меня на трюке, но я не буду вдаваться в подробности, но так не объяснить. И доктор запретил работать, сказал, все, Леночка, можешь попрощаться с воздушным жанром, больше тебе ничего не светит, вот что-нибудь ищи на земле. У Лены сопли, слезы. Конечно, у меня была истерика страшная. А, чуть больше 20, а ей уже инвалидность. А ей уже инвалидность. Как запасной вариант, предложили, давай, Лен, пока там приводим твой спина в порядок, сделаем тебе номер с собаками. Ну, с собаками ведь не на ровном месте. У вас же там, по-моему, кто-то занимался собаками. Моя мама, она дрессирующая собака. Мама, да, ваша мама была дрессирующая, так что это вот не просто так. Она мне очень помогает, да. Вот, вы пока расскажите про маму, а я вам другое животное сейчас представлю. Расскажите про свою маму. Моя мама работала с собаками. С чем? Очень был интересный жанр. Это овчарки на лошадях. Это тоже был редкий уникальный номер. Вот сейчас, к сожалению, он уже у нас не работает. Боже, какая прелесть. Да, вот она бездомная, ее зовут условно Масяня. Я очень надеюсь, Эдгар, что вы за время эфира, к концу эфира, придумаете ей какое-нибудь имя. Или вы, Елена. И поскольку вы не придумаете имя, это очень повысит, я полагаю, ее капитализацию. Кто-нибудь из наших зрителей ее заберет. Ну, на первое, что в голову пришло, назвать ее «рыжая морда». Рыжая морда, ну как же это? Наглая рыжая морда, я бы сказала. Надо полаконичнее. Она не очень наглая. Она, на самом деле, девушка очень такая, засенчивая. Глаза очень красивая, глаза тоже. Да, да, глаза тоже. Глазастая, глазистая. Да, 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 рыжая. У нее преподавательную подготовку она прошла. Она стерилизована, ни когтей, ни зубов, все, в общем, животное готово. Потому что подать хорошие руки, только вот ей имя надо придумать. Ну, мы подумаем что-нибудь сейчас, да. Рыжая морда, мне кажется, не очень лаконичная. Я говорю, первое, что в голову приходит, потому что, ну, это я как мужчина, была бы она самцом, я бы сейчас на раз придумываю. Я почему-то все время очень трудно... Ну, для девочек тяжело придумывать. Даже собственных тигриц называть имена, потому что все-таки надо сохранять некую вот такую женственность, еще что-то. Там пацана назвал кубик, и слава богу. Ну, у меня все собаки, они все мальчики. И одну из моих собак зовут Кошмарик, допустим. Кошмарик, да? Да. Это, кстати, бездомная собачка. Ее Эдгар Запашный нашел в Казани перед цирком. Набегала, маленькая, замерзшая, в холоде. Они пошли с ребятами, поймали... Ой, боже, какой там крики, скандал. Она голосистая. Поймали эту собачку, и сейчас она выполняет уникальный трюк. Она ходит на шаре. То есть этот трюк делает вообще ни одна собака вообще в России. В мире не знаю, не буду говорить, но в России точно. Вот. Зовут Кошмар. Иди сюда. Я думаю, она к нам вернется рано или поздно. Сейчас она освоится, там попоет. Не каждый день на телевидении. Иди сюда. Мы тебе имя придумаем. Не-не-не-не. А когда вообще пенсионный возраст у собак наступает? У собак? Да, да. Они же вот тоже в какой-то момент они в цирке уже не могут... Ну, смотрите, во-первых, во-первых, немногие знают, например, чем меньше собака, тем она дольше живет. Тем дольше живет. Так что все это очень индивидуально. Бежала наша кошка. Которая, ну вот, там, бывшая артистка, или мы ее хорошо знаем. И она вдруг сама предлагает, говорит, можно я у вас собаку заберу? Вот я дома живу, там, я одна. И я знаю, что у вас есть там пудель старый какой-нибудь. И мы понимаем, что пудель этому старому тоже через какое-то время уже станет трудно переезжать. Ну, почему бы нет, не пристойт с хорошей, доброй руки? То есть, ну, за редким исключением, но такое все равно случается. Хорошо, давайте вернемся к эмоциям. Там все завязано, насколько я понимаю, на цвета. То есть, у каждого номера... Если это у вас фиолетовый, да, по-моему? У меня черный, белый, фиолетовый, люминесцентный и золотой. А, то есть, вот так вот. А я думал, что золотой у вас. А мы работаем вместе в одном номере. Вот в золотом как раз. У нас есть большой конный номер, Эллада, где представлены фактически все жанры конного искусства. Это джигитовка, это парная акробатика по ДД, это жакейская работа, это жанлирование на лошадях. И там мы представлены древнегреческими такими воинами, все в золотом цвете. Но все, конечно, ждали братьев зоопашных с тиграми, что будут в золотом цвете. Естественно, конечно. А брат нас садил в фиолетовые. Фиолетовые гангстерские костюмы. Оранжевые. Ну, оранжевые, да? Да, оранжевые. Оранжевые, фиолетовые, это где-то рядом. То есть, это младший брат определял, да, худруха. Брат-режиссер. Брат-режиссер всех наших фактически спектаклей. И он определяет. Цвета, это его прерогатива распределять. Весь спектакль это его прерогатива. Можно подумать, что старший там не внешний. Я с ним вот поругался пару раз перед премьерой. Естественно, обязательно. Я ему сказал, я говорю, так, стоять. Мы можем с ним поспорить, мы можем с ним подискутировать. И артисты тоже могут подойти и сказать, мне неудобно, животное боится этого цвета или еще что-то. То есть, такой-то вот так. Организовываются. Но всегда остается на какие-то поправки, на человеческий фактор, в конце концов. Все это есть. А вот у вас совместный номер, как выглядит вот этот золотой? То есть, что это такое вот? Начало. Это когда вы вместе, да, я так понимаю? Это мы работаем вместе, у нас много человеков. Этот номер идет почти 20 минут. То есть, это конный большой аттракцион. Я просто раз перебью. А всего программа сколько? 2.45. 2.45. Это существенная часть спектакля. Значит, начинается все с жонглирования на полу. Потом жонглирование переходит на жонглирование на лошадей, запряженных в телегу. Потом идет акробатика на этих же лошадях. Потом выскакивают две скрепленные лошади. Идет парная акробатика на двух лошадях. Это номер ПДД называется красивым французским словом. После этого выходят джигиты. Некий парад устраивают, перестроение. А у вас же есть группа джигитов. И все это заканчивается темповым галопом именно с элементами джигитовки. Вот как раз Лена в этот момент и выскакивает со своей напарницей. И вместе показывает большое количество серьезных, в какой-то степени даже мужских трюков. У вас предыдущее шоу, которое называлось «Куклы», ну, со главными буквами, имело маркировку 6+. Да. Что про этот спектакль вы придумали? Здесь мы поставили 0+. Потому что, во-первых, да, это программа большого, в рамках большого московского цирка. И мы знаем, и я как директор рассчитываю на семейное посещение этого спектакля. Поэтому поставили. Что касается маркировки 6+, которая была на «Кукле», все-таки это стадион. Мы делаем большие спектакли уже 5 лет с братом. Мы используем пиротехнику. Мы используем различные визуальные эффекты. Брат вносит туда достаточно много драматургии. И мы знаем, что детям тяжело просматривать такие спектакли. Поэтому мы ставили 6+. И те негативные отзывы, которые остаются в интернете, они больше идут от тех родителей, которые пообещали Деда Мороза, а Деда Мороза не оказалось. Поэтому я лишний раз подчеркиваю, что, друзья, прежде чем идти на любое шоу «Циркобразных запашных», не поленитесь, залезьте в интернет, на официальных носителях, на всех, посмотрите, о чем будет спектакль. Вот эмоции он для всех. Вот в буквальном смысле слова «для всех». Но ведь дело ведь не только в том, что, но и как. Все-таки у вас всегда в шоу очень много элементов такой вот эротики. То есть такой она неявная, но она всегда присутствует. Ну, красивые женщины, красиво двигаются. Вы же как любитель стриптизы, наверное, всегда вот этот вот что-то. Помните этот анекдот? Папа, пойдем в цирк. Да нет, ну какой цирк, сынок, у меня каждый день. Папа, там сегодня голые женщины на слонах будут кататься. Давно я слонов не видел. У нас не катаются совсем голые женщины на слонах. Так, красиво одеты. Вы понимаете, что иногда не совсем голые, это гораздо более эротично, чем на нудистском пляже голые совсем. Поэтому вот это все-таки как бы присутствует. То есть у вас проблем с этим не было, что вы ставите там детей? Нет, 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 в эмоциях ничего подобного нету и не должно быть. Я вижу очень красивую. Нет, красивые женщины, они должны быть на манеже. И Лена, и многие другие наши артистки, они культуру тела, конечно, они показывают, они хорошо выглядят, подчеркнуты все линии, но нету того, что надо закрывать там ревнивому мужу, жене или еще что-то. То есть такого нету. Хотя всякое бывает. У нас боссов совершенно, да, можно я расскажу? Да, расскажите, конечно. Наш номер начинается на барьерах. Мы сидим с Леной, моей партнершей на барьерах, и зрители сидят прямо рядом здесь. Одеты в строгие костюмы. В строгие костюмы брючные одеты. Вот, и номер начинается, включается пушка, я смотрю на публику, и в это время прямо со мной сидит муж и жена. Муж на что делает так? Расплывается, улыбается, и жена делает так. На, она ему такого отвесила леща. И после этого я работать не могла, честно, но я в строгом брючном костюме. Это вот настолько бедного мужика затюкало просто от одной его улыбки, он такого получил. Они потом сели куда-то наверх, ну это было очень весело. Мы за ним весь спектакль следили. Она все выше, выше его утаскивала, выше, выше, выше. Потому что когда Лена все это рассказала, буквально через 20 минут должны выскакивать мы с братом, и у меня есть, я выскакиваю на лошади в хорошем красивом римском костюме. Я думаю, ну раз он огреб, значит теперь надо ей уделить внимание. Я конкретно на нее работал, а у нее тут же она забыла про мужа, у нее свои глаза загорели сразу. Ну такая, ну прикалывались. Наверное, кто-нибудь подумал, что это подсадка, потому что это просто отдельный такой спектакль в спектакле. Но вы известны, вы мастера импровизации, то есть вы всегда находите из любой ситуации. Цирк это живое искусство, надо жить на манеже, надо придумать. И зрителю тоже будет что обсудить, когда он придет и говорит, ты ходил на спектакль? Да, когда? Вчера. А вот это было, этого не было. Как этого не было? Надо еще раз сходить. То есть когда они знают, что в спектакле могут быть какие-то изменения, становится интересно следить за этим. Ну тем более, что вы ведь с животными работаете, с животными вот как вот с нашей мастерой нельзя договориться. Она уже ушла куда-то, может она уже нашла хозяина себе. Мы обязательно к концу эфира отловим для того, что все-таки, я надеюсь, что вы ее ими придумаете. Скажите, вы упомянули фонограмму, а я читал, что музыку для спектакля специально пишут вам. У нас есть специальный оркестр, рок-группа на самом деле, которую мы много лет возим с собой. Это тоже фишка нашего коллектива цирка «Братьев Запашных», потому что больше ни у кого нет полноценной рок-группы. У нас прекраснейшие музыканты, которых мы украли от многих артистов, очень известных. Сейчас они играют у нас и пишут музыку к нашим спектаклям. Вся музыка написана ими специально под наши номера по цирку «Братьев Запашных». Ну тоже, наверное, Запашные утверждают там каждую ноту. Естественно. Брат, несмотря на то, что ни у меня, ни у брата нет музыкального образования, но, как я считаю, есть неплохой музыкальный вкус. И поэтому при работе с музыкантами они очень четко понимают и уже имеют даже практику работы в цирке. Вот сейчас наших же музыкантов пригласили на международный цирковой фестиваль в Италию, в Латина, чтобы именно они играли, потому что это присутствие скрипки, это присутствие рок-гитар. И в цирке, как правило, такого нет. И вот когда недавно организатор итальянского конкурса был у нас, ему это понравилось. Говорит, ой, это новое ведение, такое в цирке. Обычно в цирке сидят на трубах, на трубах дуют. У нас немного странный состав для рок-группы. У нас есть скрипка, саксофон, что тоже не характерно для рок-группы как таковой. Но в основном ребята играют рок-группы. Гитары, ударные, клавиши, все. Но получается очень вкусно и очень интересно. Плюс ребята не просто сидят за пипитрами, а ребята бегают по сцене, передвигаются, общаются со зрителями. Да, это реально интересная часть шоу. Молодые, жгущие, красивые ребята. Половина смотрит на них, да. А у вас, кстати, вид такой очень готический. То есть такое вот видно, что девочка любит рок. Да, девочка любит рок. Вы поете сами? Нет. Ну, для себя. Нет. В душе. Ну, знаете, я пою настолько противно, что я думаю, я бы, наверное, от своего пения в душе скончалась, честно. Но я правда очень плохо пою, ужасно. А не играете ни на чем не вести? Я играла на электрогитаре. Где, когда? Ну, так для себя, с ребятами, с друзьями периодически. Но сейчас уже нет, отошла от этого дела. Да, а слушаете что, если слушаете музыку? Слушаю Кипелова, конечно. Почему, конечно? Ну, Кипелов — это рок-музыкант номер один в нашей стране, я считаю. Так, ну не все так считают. Ну, это мое мнение. А вы знаете, мне кажется, все именно так и считают. Есть поклонники, я согласен, есть поклонники у Муми Тролля, у Би-2, но все-таки Кипелов сегодня собирает больше всех. Я чувствую личную какую-то заинтересованность. Знакомый с Кипеловым там. Нет, 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 я дружу, например, с Шурой из Би-2, и он часто бывает на наших концертах, и его супруга Ася, наша с братом, даже дальние родственницы. Но я понимаю... Ну, подробнее, как родственницы, это как? Ну, там прям совсем седьмая вода на киселе, но неважно. Ну, по какой линии, по Макеринской или по Цовской? По Маминой, по Маминой, да. Значит, и общаясь с ними, они все говорят, да, Кипелов — это машина, да, Кипелов — это вокал, да, Кипелов — это имидж. Все-таки Ария и Валерий, ну, они много лет на сцене рулили и рулят, и те концерты, которые... Давайте будем честны, у нас много популярных певцов, которые не собирают собственные концерты. Мы их все с вами знаем, а они работают в основном по клубам. Вот Кипелов до сих пор ни в один клуб так и не ушел, на корпоративах не работает, потому что собирает свои громадные стадионы. Ну, как и запашные, запашные тоже собирают стадионы, что мы недавно видели недавно. Пускай не обижаются, все-таки Кипелов, наверное, он стоит отдельно, он действительно номер один, как рок-музыкант. Кстати, вот в цирковых жанрах, на самом деле, работа с хищниками — это такой вот рок-жанр, на самом деле. Стиль, да. Очень близко, на самом деле, по экстриму, по какой-то вот этой экспрессии. А вот я, может быть, сейчас в своей некомпетенции какой-то распишусь, но скажите, как давно вы вообще с лошадями работаете, вот вы лично? Всю жизнь. Всю жизнь, да, вот я сказал, что я сейчас провинансирую некомпетенции, потому что запашные — это кошки всегда, то есть как бы. Да, прямая ассоциация. Ассоциация, да, прямая, да. Ну, немногие знают, что именно в 97-м году наш первый всероссийский цирковой фестиваль мы с братом выиграли, как жанреры на лошадях. Ага. А работать с хищниками мы начали только в 99-м году. Понятно. Скажите, а кошки — это хищники? Вот как вы считаете, да? Однозначно, конечно. Вот она хищница. Вот она вам сейчас демонстрирует, да. Да, да, да. Если бы тут мышь бегала, я не думаю, что ее бы… Нет, я думаю, сейчас у нее совсем другие задачи, сейчас я думаю, ей бы куда-нибудь забиться, и она уже сыта, накормленная ей не до мышей. Окей. Скажите, пожалуйста, вот этот спектакль, он будет длиться несколько месяцев, но не каждый день, до декабря месяца. Да, да. По каким дням это будет? Это без выходных? Как правило, Большой Московский Цирк работает в режиме среда-пятница, суббота-воскресенье. Так. Но есть еще каникулярные дни, когда дети, так сказать, выходят на каникулы. Мы делаем дополнительное количество спектаклей, потому что знаем, что и родители в это время тоже на отдыхе, и еще что-то. Раз. У нас будет небольшая пауза в октябре, на две недели, с 11 по 20 октября мы проведем международный цирковой фестиваль. Это будет первый такой полномасштабный цирковой фестиваль на арене Большого Московского Цирка при поддержке Минкультуры с участием компании «Росбосцирк». Из 20 стран артисты приедут к нам соревноваться, то есть настоящие. Брат назвал этот фестиваль «Идол», и мы будем стараться найти идеальный номер для того, чтобы сказать, что вот сегодня этот номер действительно является эталоном циркового искусства. Хорошо. У нас осталась одна минута. Я рассчитываю, что вы придумали что-нибудь для нашего рожда. У меня есть одна версия. Лена. Лена? Не знаю, она такая мимимишечка. Не, она не мимишка, она так все, она и такая достаточно энергичная кошка. Вот я с рожей мордой готов перескочить на красавицу. Просто красавица? Красавица. Она правда красивая. Она красивая, слов нет. Ну, давайте так мы ее скажем, что... Эдгард Запашный дал имя кошки красавицы. И под этой маркой мы постараемся ее пристроить. А под маркой эмоции будет самое зрелищное представление в Москве, которое будет продолжаться до начала декабря. Последний вопрос. Расскажите мне, когда вы познакомились? С Леной? Да. Да, это последний вопрос. В 96-м году. Не может быть. В 96-м году. Вы же были школьницей тогда, наверное. Или где детский сад ходили? Лена была несовершеннолетней. Но уже очень хорошей и серьезной артисткой. И когда в Саратове мы с братом начали формировать наш коллектив, делать первые шаги, нас долго не было в стране, мы были в Китае. И я помню, что тогда все нам говорили, что если хотите найти хорошую воздушную гимнастику, Елена Петрикова, а она только-только приехала с гастролей, где полгода находилась в Италии. И была вероятность того, что она может обратно вернуться, потому что... Вы не отпустили. Ну, мы создали все для того, чтобы она не уехала. Вы правильно сделали. Я об этом совершенно не жалею. Я очень горжусь тем, что я работаю в цирке братьев Запашных. И думаю, что это... И вы правильно сделали, что пришли к нам. Продолжаться будет долго. Спасибо, что нас пригласили. Спасибо. Спасибо.